Не глядяши на дождливые надворья, на военно-историчный фестиваль люди пошали проезжать задолго до початку запланованных мероприемствов. Уреште, в вольный час, тут так само есть на что поглядеть. Пять годов тому под Светлогорском усталявали памятный знак, присвященный операции «Багратион». Яши праздгут тут открыли филиал Светлогорского краязнавчего музея. Здесь полная насыщенная экспозиция, которая рассказывает о наступательной операции «Багратион» в целом и об особенностях прохождения ее на территории Симфокурского района. Конечно же, много предметов вещественных, много документальных предметов. Организованной областной организацией Белой Руси «Аутомотопробег», «Факел Перамоги» так само присвящены 75-й годовине вызволения Беларуси. Его удельники проезжают на свято-прикладно на 50 мотоциклах и автомобилях. Такие пробеги по местах боевой славы на Гомельшине проводятся уже 7-й год. Не только для того, чтобы не забыть историю, но и прикоснуться к этой истории. И чтобы наше молодое поколение, потому что основная масса наших участников – это все-таки молодые люди до 35 лет, чтобы они на эмоциональном уровне почувствовали, какой ценой досталась нам победа. А победа нам досталась все-таки ценой человеческих жизней. Операция «Баграцион» пошелась 23 червеня 1944 года и завершилась 29 жюня. Для проведения, спланованной по всех канонах военного мастерства, операции были задеянишены войске одразу четырех фронтов. По масштабе и досягнутых поспехах я ее порауновывают со Сталинградской и Курской битвами. Выником этого наступления «Червонной армии» стало полное вызволение Беларуси, а так само частки Литвы, Латвии и Польши. Реконструкция одного с бою этой операции – бадай галунная частка мероприемства. Для уделу у им приехали каля 10 военных исторических клубов с Беларуси и России. Репетиции проводилися на протягу некольких дзен. 21 числа, в частности, я и орггруппа, мы уже здесь в палатках военных проживали полностью. Весь в сетях это и лишения, как говорится, и подготовка трое суток, именно суток практически все. И с самой площадки театра, и подготовка сценария. Некольким тысячам глядачоу этого не бачно, але для удельников реконструкцию умовы не самые спраяльные. За некольких годин дожжу подрыхтованные напереды дни окопы залило водой. Воевать у таких умовах не вельми зручно, але подчас реальных боев было нашматяжей. Дальше удельниками этой реконструкции стали так само мясовые жихары, які были сведками проведения операции «Багратион» у 44-м. Татьяне Бусил тады и шоу восьмый год. Кажа, первое, что зарабили шервон армейцы, накормили дятей. Да я нам естесь, а мы не берем. И кажем, у нас у землянцы багато дятей, малых. Не берем. И он нам поналивал супу, уже солдатской еды. Несите нате, покормите деток своих. Официально это называется военной исторической постановкой боевых подзей с выкористанием перетехнічных эффектов. И она не претендует на стопроцентную реконструкцию. Урешті за некалькі десятков один нельга полностью повторить операции, які протягывались по некалькі дзен альбо тыдня. На этот раз глядачам пропонують стать сведками так званого «Бабруйского котла». Это самый начат Багратиона, когда у сего за некальки дзен отрималась знижать вооружую армию. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Реконструкция завершается узнагороджуванням клубу удельников и ошибра з некалькі хвилин. И она зробит сумесная фото на память и почнуть обмерковывать особные моменты боевых дзеню. Форма – советская, тень немецкая, значения немае. Урешті гэта у ней кай ступені гульня. Головная – інша. Про 75 гадоў Беларусь памятая. Свою гисторую і сваих вызваліцеляў. Олешніцюроў Вольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадиоакампания «Гомель», Цветлагорский район.